Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал о вязании и о по всём, что связано с вязанием. Сегодня у нас 7 марта. Сегодня замечательный день, предпраздничный. И я хочу поздравить всех, всех девочек, всех с праздником, с наступающим праздником 8 марта. Хочу пожелать всем самое главное – здоровья, счастья, успехов, улыбок, благополучия, радости, вот всего-всего самого хорошего. И ещё хочу пожелать всем, чтобы вот этот день 8 марта, когда мужчины особо внимательны, чтобы этот день продлился 365 дней, чтобы он длился 365 дней от 8 марта и до 8 марта. С наступающим праздником всех, мои дорогие девочки! А сегодня у меня ещё приподнятое настроение, такое на подъёме настроение, потому что сегодня, 7 марта, начинается новый этап в совместном проекте «Три Астарты», который организовала Светлана, канал её называется «Связано с питами Светлана». Наверное, у меня такое приподнятое настроение ещё, потому что я его ждала целый месяц, целый февраль. В феврале я не вступала в проект, хотя планировала. Вот, и ещё у меня приподнятое настроение, потому что с этого проекта начинается моя детская серия. Я буду вязать много для детей, такой большой заказ поступил, и я буду вязать много и, наверное, но какое-то продолжительное время. Итак, я в вступительном видео, вернее, во флешмобе о пряже рассказывала о том, какую пряжу я беру. И там было два артикла, которые я, честно говоря, не знала, когда я возьму. Там была детская пряжа для пледа и была пряжа для моего будущего платья-туники. Туники-туники-платья, платья-туники. Почему я так два именно вот этих, два именно вот этих процесса не знала, когда взять. Я думала о том, что один процесс – это кофточка для персика, я начну в среду, это я знала точно и сразу говорила. Просто эти два больших таких процесса, и я думала, что мне нужно, ну, хотелось бы длительное время их повязать, подвигать, потому что и тот нужен, и тот нужен. И первый, и второй процесс мне нужен к лету, вернее, нет, значит, первый процесс нужен до конца мая, а второй процесс нужен до конца июля. Да, но помимо того, что первый процесс, вернее, ну да, первый процесс, это я говорила, пледик, мне нужно будет еще связать там несколько пледиков, и, наверное, даже этот пледик не так важен к июню, как другой пледик из Газал Бэби Катон. Но, тем не менее, я взяла этот пледик, поэтому будем говорить о нем. И вот я решила, что сегодня я начну с него, сегодняшний старт, начну с него. Вот такая пряжа, я себе записала, что 7 марта я вяжу пледик. И вот такая у меня пряжа, это детская серия Бомбина, пряжа от Камтекса, 35% мериносовой шерсти, 50% акрила, в 50 граммах 150 метров. Этот цвет пряжи называется, сейчас скажу, как называется, розовый песок номер 293. Рекомендует производитель спицы 2-4, крючок 3-4. Я взяла спицы вот такие, 3,5, но, может быть, я поменяю спицы на прямые, такие длинные, обычные, иногда очень хочется ими повязать, хотя, честно говоря, я не люблю такими спицами вязать, но иногда хочется. Пока я еще не знаю. Так, что еще здесь из характеристик? Ну, в общем, я самое главное сказала. Вязать буду пледик 3D узором. А я на этот пледик, ну, такой частичный мастер-класс, он будет, собственно, по узору, только мастер-класс, потому что у меня этого узора на канале нет. И я его покажу, как он вяжется. Узор простой, мне он очень нравится, смотрится очень эффектно. Я вязала такие пледики для торопышек этим узором, вот, а теперь я решила связать вот этот пледик из вот этой пряжи. Так, ну, наверное, все сказала. Пойду я начну вязать и по мере продвижения буду показывать, как у меня движется, что у меня получается. Да, я говорила, что я расчеты сделала, я не помню. Я сделала расчеты, я посчитала, сколько петель мне надо набирать, так что пошла я вязать. И до следующего подключения, до следующей встречи. Моё второе подключение. И сейчас уже очень поздно у нас, уже ночь. Но я решила сегодня все-таки отснять видео. И будет оно на канале 8 числа. Я планировала, конечно, пораньше сегодня, потому что не работаю. Я сегодня дома и думала, я сделаю все быстренько. Я сяду, повяжу, у меня времени много, буду вязать весь день. Но получилось все совсем по-другому. Мне нужно было дела кое-какие поделать дома. Из тех, которые я запланировала, я сделала, ну, может быть, совсем немножко, потому что мне пришлось уйти и дела еще делать. Мне дома и достаточно долго. А когда я пришла, я села и стала вязать. И вязала, вязала до тех пор, что я понимаю, что уже поздно. Знаете, по принципу, счастливые часов не наблюдают. Но я действительно так увлеклась процессом. Мне так она нравится. Давайте покажу, что я навязала. Я вяжу пледик вот из этой пряжи бомбина. У меня уже такой моточек чуть-чуть осталось. И вяжу я на спицах 3,5. Я взяла 4, подержала в руках и даже не стала пробовать. Убрала и стала вязать на 3,5. Вот такой узор с эффектом 3D. Мне он очень нравится. Я люблю рис. А здесь у меня уже пошел закрываться вот этот ромб. То есть я провязала... Я провязала целый пол рапорта. Вот это пол рапорта. И здесь уже пошла вторая половина рапорта вязаться. Вот так получается. Он когда постирается, разровняется. Когда весь свяжется узор, будет очень красиво смотреться. И мне нравится. Такой пледик будет прям девочкин-девочкин. Вот. Я набрала 210 петель. 2 петли кромочные. 8 петель у меня вот здесь обвязка. А потом пошел рисунок. В одном рапорте 12 петель. И у меня здесь 16 рапортов. Вот так вот получается. Вот такая красота. Вот. Я думаю, что пледик будет хороший. И когда будет хозяйка этого пледика появится на свет, ей будет комфортно, тепло. И я надеюсь, что ей пледик очень понравится. Ну, на этом все. Ссылочки на всех девочек я оставлю в инфобоксе. Поэтому проходите, смотрите. Пишите комментарии всем. Ну, естественно, ко мне приходите. Пишите комментарии. Потому что это просто необходимо. Потому что эти комментарии настолько приятно читать. И хочется еще что-то сделать. Еще что-то больше показать. Поэтому пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Ну, и хочу пожелать всем девочкам, наверное, мое видео выйдет завтра рано утром. Я обычно поздно вечером снимаю видео и выкладываю на канал рано утром. Поэтому всех, кто будет смотреть мое видео 8 марта, я еще раз хочу поздравить с праздником. Всем пожелать всего самого-самого-самого доброго. Всем пожелать крепкого здоровья, успехов, удачи во всем. Спасибо за то, что вы приходите ко мне на канал. Спасибо за то, что вы подписываетесь, пишите комментарии. Ну, и последнее осталось сказать. До встречи в среду. В среду у нас будет второй старт. И мы с вами опять непременно увидимся. На этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.